Это программа Город С и я Елена Чернявская. Здравствуйте! Двигация 2015 года подошла к своему завершению. Туристы, которые любят речные путешествия, получили максимальный заряд бодрости, хорошего настроения, массу впечатлений от путешествия на теплоходах. И теперь готовиться к новым путешествиям и речным круизам. Как прошла навигация в компании Росвояж, мы сегодня узнаем из нашей программы. Также, какие новинки в будущем сезоне ожидают любители речных круизов, я представляю гостей в студии Виолетта Дубинина, директор круизной компании Росвояж и Виталий Александрович Пономарев, капитан теплохода Алексей Толстой. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, уважаемые телезрители. Периодически на ваших экранах будут появляться телефоны компании Росвояж. Возьмите, пожалуйста, их себе на заметку и во время программы вы можете дозвониться в компанию, узнавать о новинках, о всех тех предложениях, которые сегодня действуют в компании. Ну, конечно, внимательно слушать и смотреть наш эфир. Много полезного, интересного, а самое главное, важного о речных путешествиях вы сегодня узнаете. Виолетта, слоган вашей компании – круизы по-новому. Ну что же можно придумать такого нового, если круизная история насчитывает более чем полувековую историю? Да, действительно, так и есть. Настоящее развитие круизов началось еще в 18 веке, в эпоху Петра. В 1907 году в России было самое большое количество речного флота в мире. В 20 веке, в прошлого века, в 30-е годы, передовиков производства награждали круизами. Потом, только где-то в середине 20 века, в 50-е годы, круизы пришли в широкие массы. Но даже в этот период времени это был очень дефицитный продукт. То есть путевки можно было достать только по большому блату. Поэтому не было особой конкуренции. Все путевки, туры раскупались заранее, за год. И круизным компаниям не было смысла сильно утруждать себя, разрабатывать новые какие-то круизные маршруты, экскурсионные программы, культурно-развлекательную программу. Настоящий момент, когда уже вот этот рынок сформировался и конкуренция стала очень большой. В Самаре порядка 20 теплоходов работает ежегодно в сезон. И, соответственно, нужно быть на достойном уровне. Соответственно, мы своей задачей ставим уйти все-таки от этого пресловутого советского сервиса. Поэтому, наверное, круизы по-новому это слоган нашей компании. У нас очень много молодых специалистов, очень квалифицированных. И вообще подход компании в том, чтобы в нашей компании на теплоходе работали именно специалисты своего дела. Все ежегодно проходят квалификацию. Вот примерно на данный момент у нас дирекция круиза и директор ресторана находится на европейском круизном судне для того, чтобы перенять опыт и принести что-то новое к навигации 2016 года на наш теплоход. Ну, спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Но сегодня вы пришли не одна. Сегодня у нас в гостях капитан теплохода Алексей Толстой Виталий Александрович. Ну что же, а для вас что нового? Ведь я знаю не понаслышке, вы работаете более 30 лет на флоте. И теплоход Алексей Толстой для вас, ну, не побоюсь этого слова, родной, второй дом. Да. Что для вас нового? Что для нас нового? Ну, в этом году, например, очень много появилось новых маршрутов у нас. Хотя, с одной стороны, маленечко и ограничено. Вот в городце, например, эта сложность у нас такая появилась на этом маршруте. Выше городца мы до середины навигации можем работать. Вот. А так, ну, вот что? Туристы новые каждый год. Туристы у нас каждый год новые. К нашей радости. Но еще нас больше радует, что и старые туристы нас не забывают. Отдает вам предпочтение. Ну, что же, да если мы заговорили с вами об итогах навигации, давайте об этом как раз побеседуем. Виолетта, как для вас закончилась навигация 2015 года, может быть, с какими-то трудностями, проблемами пришлось столкнуться, а может быть, и наоборот прошло все гладко. Расскажите, как вы отработали навигацию? Ну, если не работать, то и сложности не бывает. Конечно, как и в любой сфере у нас есть свои проблемы. И вот Виталий Александрович правильно уже сказал, касаемо уровня воды. Мы в прошлом году отменили круиз в Москву, запланированный на июль, отменили круиз в Ярославль, потому что это были июль, август. Мы не стали рисковать и оставлять в продаже эти туры, потому что привыкли оказывать туристам услугу, которую мы заявили. И я не вижу смысла обещать людям потом не выполнить и в последний момент менять маршрут, потому что... Для всех это сложнее получается. Конечно. И перестраиваться людям, например, хотели поехать в Москву как альтернативу из длительных круизов. Соответственно, мы можем предложить либо Ростов-на-Дону, да, он тоже 12 дней составляет, либо Пермь, Нижний Новгород, объединенные маршруты. Ну, может быть, туристы не захотят этого. Когда уже отпуск спланирован, а длительные маршруты, как правило, планируются заранее, и люди берут отпуска заранее, подписывают. И не хочется ставить туристов в такое положение, когда у них нет выбора, и уже вот, ну, есть такой маршрут, придется ехать. Вот. Потому что многим туристам, на самом деле, главное, длительные маршруты, например. Они даже там не спрашивают, просто говорят, мы хотим поехать вверх, хотим поехать на теплоходе Алексей Толстой. И поэтому они с пониманием относятся. И когда вот в прошлом году мы столкнулись с этой ситуацией, были продажи на рейс, мы звонили своим постоянным туристам, которые уже приобрели путевки, и они говорили, да, ну, ладно, мы поедем, пусть там Нижний Астрахань будет, главное, на Толстом. Вообще, это самые хорошие туристы, которые каждый раз садятся на теплоход именно отдыхать. Вот. Они отдохнуть хотят. Отдых на воде – это определенная такая категория отдыха, которая человек отдыхает, просто уезжает от города, некоторые телефоны выключают, просто отдыхают. Люди сели отдохнуть именно. Хотя я знаю, на вашем теплоходе все условия для работы предоставлены – это интернет, вай-фай и так далее, и тому подобное. Да, мы работаем над этим. Я надеюсь, что у нас в этом году будет более устойчивый сигнал вай-фай. То есть мы как раз сейчас занимаемся этим вопросом. Потому что многие спрашивают, не все могут надолго уехать, отключить телефоны, почту и все прочее, потому что у людей есть работа, друзья, семья. И, соответственно, поскольку мы работаем для туристов, и мы стараемся сделать их отдых максимально комфортным и безопасным. О безопасности отдыха и о комфорте, как отдыхают ваши туристы на теплоходе Алексей Толстой, мы обязательно поговорим. Время у нас предостаточно. Я призываю запомнить телефон компании «Росвояж» позвонить. Проходит сейчас интересная акция. Я думаю, что постоянным клиентам она будет нелюбопытна. Давайте мы сейчас приостановим наш разговор. Я предлагаю посмотреть сюжет о теплоходе. Опять же, ваши постоянные туристы вспомнят, как они отдыхали, ну а новые возьмут этот теплоход себе на заметку. Внимание на экран. Рассказывать о речных круизах можно бесконечно долго. О том, как каждый раз по-новому для тебя открываются родные просторы. О том, какие великолепные города есть в нашей необъятной родине. О том, с каким интересом ты посещаешь те или иные экскурсии. И о том, какая красивая, чарующая и невероятная река Волга. Но в первую очередь в этот круиз мы отправляемся на теплоходе. Так давайте же узнаем, насколько судно готово к навигации. И какие изменения с ним произошли. Из года в год наш теплоход «Алексей Толстой» совершенствуется и преображается в лучшую сторону. Так и к навигации 2015 года у нас были переоборудованы каюты класса полулюкс и люкс. И в настоящий момент они представляют из себя комфортабельную каюту современного дизайна. В плане обеспечения безопасности судовождения нам установили в этом году карты транзас электронные. В целях обеспечения безопасности туристов введена и работает система управления безопасностью на судне. Комплекс этих действий направлен на то, чтобы обеспечить комфортабельность отдыха туристам и безопасность в первую очередь. Культурно-развлекательная программа на борту нашего теплохода разнообразная. Интересно как детям, так как у нас есть детская комната, есть детский аниматор. То есть они заняты постоянно, так и взрослым интересно. Для них мы приглашаем разножанровых артистов и естественно только профессионалов. Еще на борту нашего теплохода очень много проходит мастер-классов. Как например от творческой мастерской «Бешеные пчелки» это прикладное искусство, витражи, мыло варенье. Так у нас есть школа красоты, феерия красоты мы называем ее. То есть мастер-классы от стилистов, визажистов, косметологов. Ресторан теплохода Алексей Толстой работает по заказному меню, а также проводит тематические ужины и различные мастер-классы от нашего шеф-повара. Ну а теперь давайте услышим мнение о теплоходе, о путешествии и о команде от самих туристов. Не есть чем сравнить. Я не говорю, что на других теплоходах, не будем их называть. Мне было недостаточно комфортно, но в этом году на этом теплоходе я получила такой комфорт, я получила такую массу удовольствия для себя, точно так же, как и моя внучка, с которой я путешествую третий год подряд. К великому сожалению, сегодня последний день нашей поездки. Я хотела бы продолжить с командой, я хотела бы продолжить с теми людьми, которые меня развлекали. Хотя я, вы знаете, я отдыхала, я была в Египте, в Эмиратах, и я была в Турции. Но вот когда вот в нашей стране вот так вот тебе стараются предоставить вот здесь, чтобы ты отдохнул. Добрый путь, товарищи. Счастливого пути, как говорится, всем. А вам огромное спасибо. Приглашаю вас в круиз. Туроператор «Росвояж». При раннем бронировании в навигацию 2016 года вас ожидают скидки от 3 до 10% при полной оплате тура. На данный момент действуют цены 2014 года. Вы смотрите программу «Город С». Я беседую сегодня с директором туристической компании «Росвояж» Виолетта Дубинина и капитан теплохода Алексей Толстой Виталий Александрович у нас сегодня в гостях. Ну что же, несколько комментариев попрошу вас дать. Расскажите вообще немножечко о вашей компании, в которой вы работаете. Компанию мы свою очень любим. У нас туристическая компания «Росвояж». Мы являемся туроператором по внутреннему туризму. Также мы являемся официальным туроператором теплохода Алексея Толстой, который находится в собственности компании. Соответственно, весь комплекс обслуживания технического теплохода, формирование маршрутов, экскурсионные программы, меню для ресторана мы формируем сами с большой любовью, поскольку этот теплоход наш, он как ребенок. Мы вкладываем в него все самое лучшее, что вот можно. Также, конечно, наша компания оказывает весь спектр туристических услуг. Это и морские круизы, и зарубежные поездки, и, конечно же, туры по России. Виталий Александрович, расскажите немножечко о теплоходе. Есть ли, возможно, какие-то технические характеристики, и плавно переходим уже к безопасности. Алексей Толстой, теплоход. Вообще, мало кто знает, что с постройки это был Николай Гастелло. Это история такая небольшая. Николай Гастелло. И Николай Гастелло, мало кто знает тоже, что он пришел первым, первый теплоход в этой серии 588 проекта, он пришел первым на Волгу. Хотя постройчный номер у него третий. Значит, что касается теплохода, там спутниковое телевидение у нас есть, каюты с санузлами, значит, телефонизация полностью всего теплохода. Можно не выходить из каюты, заказывать себе обед там или в бар позвонить. То есть это очень удобно для туристов. Значит, ну спутниковое телевидение, я уже сказал, конференц-зал у нас очень большой для мероприятий. В то время строили его специально как бы для этих мероприятий, чтобы для корпорантов было удобно. Конференц-зал у нас 170 человек. Ну и вот когда он был переоборудован, его назвали уже Алексей Толстой, с тех пор он называется Алексей Толстой. Но меня часто туристы спрашивают, почему назвали именем Алексея Толстой. Я им отвечаю так, что, ну, возможно, из-за того, что Алексей Толстой это самарский писатель, а может быть из-за того, что офис фирмы находится на улице Алексея Толстой. Вот как бы то ни было, назвали... А может быть из-за того, что это вечная классика? Да. Вот. Как бы то ни было, назвали теплоход Алексея Толстой. Значит, что хочется про безопасность сказать. Каждый год теплоход мы предъявляем. Ведь безопасность отдыха, она начинается задолго до того момента, когда мы туристов посадим. И сейчас, я прошу прощения, сложа руки-то не сидите, а сейчас у вас туристы отдыхают, а у вас сейчас очень-очень активная работа. У нас работа, да, начинается. Мы переоборудуем каюты. Значит, что касается безопасности, мы предъявлять начинаем судно уже всем инспектирующим, значит, органам. Там же платы есть спасательные, круги есть спасательные, жилеты спасательные, это все каждый год предъявляется. Потом безопасность, она заключается в подборе кадров квалифицированных, тренировках экипажа различных. Значит, вот в таком плане мы работаем зимой, еще до посадки туристов. Капитан, у нас вообще круглый год находится на теплоходе, следит за всеми работами, которые выполняются. Здесь не зимуют? Нет. Алексей Толстой? Алексей Толстой – это единственный теплоход, большой, четырехпалубный, который зимует в Самаре. Мы стоим на Сухой Самарке, поэтому в любое время мы можем приехать, посмотреть, как идут работы, что происходит на теплоходе. Туристы, кстати, тоже. Туристы тоже, да, многие постоянные туристы говорят. Я живу на теплоходе в выходной, пожалуйста, пусть придут походу. Скучаю? Серьезно, то есть можно сказать, у вас дни открытых дверей на теплоходе круглый год. Сейчас маленечко сложно, потому что мы стоим за забором охраны. Когда будет лед, к нам можно будет прийти напрямую. Да, я знаю, что перед каждым рейсом, это обязательное правило, проходит инструктаж по безопасности. Да, конечно. Какое внимание вы уделяете этому именно моменту? Это очень важный для нас момент. Каждый рейс, в каждом рейсе, в первый день по отправлению теплохода проходит инструктаж. Это обязательное мероприятие на нашем борту. Более того, его проводит сам капитан и директор круиза. Там на собрании показывают, как пользоваться спасательными жилетами, где находятся выходы, как к кому обращаться, где находится инструкция по технике безопасности. Она есть в каждой каюте у нас, жилеты тоже находятся в каждой каюте. Более того, у нас политика компании, мы не экономим на безопасности, поэтому спасательных жилетов у нас в переизбытке. Более 350 жилетов у нас всегда есть в наличии, несмотря на то, что... При посадке 176. Да, это максимальная посадка. То есть это специально мы делаем. Скажите, пожалуйста, вы делаете, молодцы, это правильно. Туристы сами откликаются, активно участвуют вот именно в... или сразу в отдых окунаются? Нет, я вам хочу сказать, что сейчас, значит, понятие у людей начинает изменяться в правильную сторону. Я могу сказать, что один год мы работали вот в Москве с французами, мы возили иностранцев, да, просто предысторию хочу рассказать. Значит, там... я и туристов всегда к этому призываю на теплоходе. Там не надо делать замечания, что ты не там куришь. Они сами, они так воспитаны изначально, но у нас этого раньше не было. Сейчас люди понимают, туристы понимают. Они ходят, когда им объяснишь, что вот окурок, брошенный с третьей палубы, может попасть на главную палубу, ветром задует. Человека в каюте может не быть, может случиться пожар. Это люди стали понимать очень здорово. И они сейчас ходят сами, или в рубку нам звонят, или делают замечания уже туристам сами непосредственно. То есть в этом плане сознание туристов меняется в лучшую сторону. Очень я так слышу. Потому что я всегда туристам говорю, вы понимаете, экипаж у нас хорошо обучен, он все знает. Ваше дело, как сказать, выйти только по тревоге, вам все покажут, куда идти, куда следовать. Но если мы вот на нашей лодке, так сказать, большой, мы с вами в пространстве находимся, в замкнутом, это наше общее дело, безопасность. Для туристов я стараюсь всегда это донести, что это наше общее дело, безопасность. Мы, конечно, как сказать, обучены и поможем, и все сделаем. Но лично не следовать, когда идти к вам навстречу. Хорошо, спасибо. Давайте поговорим о приятном. Давайте поговорим о культурной жизни на теплоходе, как отдыхают ваши туристы. Вы начинаете свой рассказ, как они начинают, как отдыхают. И у нас есть фотографии, мы можем их посмотреть. Как говорится, небольшое олицетворение. Так как же отдыхают ваши туристы? Я надеюсь, что они отдыхают хорошо, весело, сытно и интересно. Ну, конечно же, культурно-развлекательной программе уделяется огромное внимание, потому что если турист хорошо, весело будет проводить время, он не сможет уже обращать внимание на какие-то мелкие недостатки, он всегда вовлечен в какое-то действо. А у нас программа культурная готовится заранее, то есть мы зимой уже прописываем тематику круизов. Вот как раз мы видели на фотографии арт-директора Екатерину Орлову. Она работает зимний период в офисе и занимается подбором экскурсионной программы интересной. Обязательно мы всегда стараемся найти какие-то новинки, чтобы туристам, которые постоянные, было что предложить нового. Также каждый день у нас проходит вечерняя программа. Работают у нас на теплоходе очень многие известные профессиональные артисты. В рамках Самары, например, я думаю, многим известен Андрей Петров, очень хороший шансонье, Екатерина Шатрова у нас работает, Сергей Тюпаев, Сережа Зеленков, Дима Пилов. Алла Чиванова. Алла Чиванова, да. То есть очень хорошие в своем деле специалисты, профессионалы. И они, Александр пародист, Алекс Шоу, это вообще что-то нечто. У нас туристы спросят заранее, там, если они едут в рейс, а вот скажите, пожалуйста, Алекс Шоу будет? Мы говорим, да, вот в таком круизе будет. Они прям обязательно. Многие спрашивают, и корпоративные заказчики тоже про него. И надо сказать, что все, кто у нас работают, все профессионалы своего дела, начиная вот танцевальных номеров и заканчивая живым исполнением, инструментальным и прочим. У нас даже капитан выступает на вечерней программе. Вообще это хорошая традиция. Алексей Толстой, когда пришел сюда, то есть работать от Самары, наш же первый директор круиза был Владимир Сергеевич Михайлов. Это человек известный, то есть он был великолепный музыкант. И вот сейчас все традиции, которые Владимир Сергеевич заложил, в подборе вот этих артистов-профессионалов. Радует то, что с его уходом они как бы не пропали, а Валерий Анатольевич, Екатерина Сергеевна эти традиции продолжает. Профессиональный подбор артистов. Сами мы участвуем в концертах, потому что, ну, такого, по-моему, вообще нигде нет. Вообще нигде нет. У нас капитан на вечернюю программу выходит. Он у нас исполняет песни, играет на электронном пианино, пишет стихи, читает монологи. То есть у туристов вообще возникает полный восторг, как капитан. На многих в теплоходах капитану вообще очень трудно подойти. Небожитель. Ну, да. Человек, который отвечает за безопасность, конечно. А у нас с Виталием Александровичем всегда можно поговорить. Он обязательно спросит, как дела, как настроение. Всегда пригласит в рубку на экскурсию желающих. У нас регулярно в каждом рейсе это проходит. То есть можно посмотреть, как же все-таки теплоход идет по воде, как они рулят. Все же думают, что там до сих пор стоит штурвал. Да. Вот. А на самом деле все немножечко по-другому. Конечно, основная моя работа – это обеспечение безопасности. Значит, проводка судна, все это. Но, коль уж мы работаем на туристическом теплоходе, на пассажирском, работа с пассажирами, для меня лично это всегда было в удовольствие. Как-то я люблю с туристами работать. Виталий Александрович, ну, обещайте, когда будет навигация, мы со съемочной группы придем, и вы нам споете, расскажете. Завтра мы станем. Завтра мы поям и станцуем, и накормим. Давайте, спасибо, давайте поговорим еще немножечко о самом теплоходе, о его комфортабельности. Ведь согласитесь, что конкуренция сейчас туристических компаний очень серьезная. И на самом деле турист, вот лично я общалась с туристами, очень избалованы. И удивить чем-то на самом деле сложно. Давайте расскажите о теплоходе. У нас есть фотографии кают, я предлагаю их посмотреть. Чем же все-таки выгоднее отличает Алексей Толстой от других теплоходов в Самаре? Теплоход Алексей Толстой – это четырехпалубный комфортабельный теплоход. Наверное, он один из самых комфортабельных теплоходов, которые работают в Самаре. Все каюты на теплоходе полностью переоборудованы. В каждой каюте есть санузел. У нас все спальные места только нижнего расположения. Неярусные крови. Да, то есть есть душ, туалет, кондиционер, холодильник, телевизор со спутниковым телевидением. Также телефон внутрисадовой связи. Стараемся максимально комфортно сделать пребывание в наших каютах и на теплоходе. Вот сейчас мы видим каюты, которые были переоборудованы в межнавигационный период прошлого года. Это каюты класса полулюкс и люкс. Все переоборудовались. Специально для нас разработан был дизайн. И специально была сделана встраиваемая мебель, что создает максимальное удобство для туристов, потому что места в каюте становится больше. И мы как-то стараемся на себе попробовать диван, насколько на нем будет удобно спать. Матрас выбираем. У нас очень хорошие технические специалисты, очень хорошие специалисты, которые занимаются обеспечением теплохода. И вот все проходит очень тщательную проверку. Если это постельное белье покупаем, то мы покупаем только лучше. Обязательно сатин, жаккарды, белый, чтобы плотность была соответствующая, полотенце, посуду. То есть мы стараемся трепетно относиться ко всему и представить, что если бы мы отдыхали, заплатив за этот круиз, насколько бы нам понравилось. Лично вам. Да. То есть мы сотрудники офиса стараемся пройти в каждой каюте, посмотреть там. Например, здесь зеркало неудобно висит, нужно перевесить. Вот здесь розетка не так располагается. Заботитесь о комфорте пассажиров. Вообще все это аккумулируется в течение навигации. И вот сейчас мы как раз все эти недочеты, все замечания туристов. Пожелания, наверняка анкеты, да, анкетирование, конечно. Анкетирование обязательно проводится. В каждом рейсе. Еще хочется сказать про теплоход, что ведь не только каюты, значит, имеют значение, но и места общего пользования. То есть я имею в виду бар, ресторан. Но у нас это все выгодно отличается от других теплоходов. Вот когда мы его перестраивали в 2007 году, у нас была мысль такая же. Пойти по такому же пути, например, как Разумовский, Панферов. То есть у них там каюты сделаны и балкончики вот эти. Знаешь, да? Конечно. Но это, конечно, хорошо. Когда выходишь, вроде свой балкон, но остальным-то людям что делать? Палубы, прогулочники, где-то ходить надо. Там балконов нагородили, людям ходить негде. Поэтому от этого отказались. То есть мы старались учесть, и чтобы индивидуально были каюты большие, хорошие. Кто подешевле, значит, там, ну, выбирает. Разная ценовая категория. Ну, и чтобы людей не ограничивают в этом пространстве. До класса людей. Значит, что еще у нас делается? Не только в каютах люди отдыхают. Но у нас же и детская комната, я забыл сказать. Детская комната, да. Мы видели, да, на экране. Нет, это очень... У нас вот многие замечают, это большой плюс. Люди берут детей с собой, и они на теплоходе, получается, от детей отдыхают. Ну, и, конечно же, там есть анимация. Да, да, да. Обязательно. В каждом проекте у нас есть детские анимации. Вот неумолимо время подходит к концу, буквально пару минут осталось. Прежде чем поблагодарить вас за участие в программе, я хочу вам обязательно предоставить заключительное слово. Виолетта, начнем с вас, пожалуйста, для туристов, настоящих, будущих. Пожалуйста, есть что сказать пару слов? Да, конечно. Я могу сказать то, что мы очень любим своих постоянных туристов, будем рады видеть новых туристов. И, наверное, нужно сказать то, что сейчас мы предлагаем приобретать путевки по раннему бронированию. Мы предоставляем хорошие скидки. От 3 до 10% составляет сезонная скидка, 5-10% пенсионная скидка, детская скидка, а также, конечно же, скидки нашим любимым постоянным клиентам. И таким образом экономия при приобретении круиза заранее составляет достаточно приличную сумму. Конечно же, я хочу пожелать самое главное нашим туристам, нашим телезрителям – это здоровье. А также оптимизма и хорошего настроения в такую серую, ненастную погоду. Я думаю, что мы будем все вместе ждать солнечного лета, приход майских праздников, которые мы приглашаем провести вас на нашем теплоходе. Также посетить всевозможные круизы продолжительные. Мы можем вам предложить эксклюзивные круизы, которые в этом году специально были разработаны. По крайней мере, ни у кого пока не видела. Круиз Нижний Новгород-Елабуга с ночевкой в Елабуге на Спасскую ярмарку. Также предложим вам новинки в экскурсионной программе, в культурно-озвлекательной. Обязательно порадуем вас новым тематическим меню. И, ну, обновим какие-то, сделаем изюминки в питании, в культурно-озвлекательной программе. Так, чтобы вам было с нами не скучно отдыхать. Спасибо, Виолетта. Несколько слов. Несколько слов. Значит, что хочется сказать. Я уже сказал, что в круизе на теплоходе работают вот три службы. Это экипаж, ресторан, арт-директор. Значит, девиз нашей команды – это всегда от трапа и до трапа. То есть турист вступил на трап, он попал к нам в гости. Вышел с трапа, мы до этого момента его ведем. Значит, и всегда люди, которые попадают к нам на теплоход, мы их принимаем в свою большую и дружную семью. Создаем атмосферу семейную для людей, для того, чтобы они полноценно, весело, задорно, вкусно, приятно отдохнули. Поэтому самой большой благодарностью для нас и, как сказать, показателем нашей работы – это то, что туристы возвращаются к нам из года в год. И я скажу, больше даже люди отдыхают по два-три раза в одну навигацию на нашем теплоходе. Так что мы вас любим, ждем на борту нашего теплохода Алексея Толстого. Спасибо вам большое. Говорю огромное за передачу, за то, что пришли в гости и подарили нашим уважаемым телезрителям, я уверена, кусочек сегодня лета. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова